Глава государства прибыл в хорошем настроении, как все избиратели, предъявил паспорт для получения бюллетеня. За процессом следили десятки фото и телекамер. О ситуации вокруг Беларуси, о союзном государстве и открытости белорусского государства для зарубежных партнеров. О противостоянии противнику, который только и ждет, чтобы воплотить в жизнь агрессивные сценарии. Пользуясь случаем, журналисты задали Александру Лукашенко более десятка вопросов. Вот что президент ответил относительно безопасности. Сценарии беглых нереализуемы. Конечно, цель у них эта. Третий сценарий, цель одна. Надо Беларусь развернуть в обратном направлении, а для того, чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть. Это будет очень сложно. Я уверен, особенно после проведения вот этого единого дня голосования и наших выборов. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей, понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок. Поэтому надеяться им не на что. Но будут пробовать, будут кричать. Так я вам это говорил еще с 20-го года, вам рассказывал, говорил, что они не остановятся. Почему? Знаете, они себя считают сильным. Они щеки надули, раздулись, такие мы большие, а тут какая-то Беларусь. Надо ее растоптать и ближе продвинуться туда, на восток, к ресурсам, поближе к Москве и так далее. Мы это понимаем. Я много раз говорил, что с президентом Путиным мы разные сценарии предусматривали развитие событий. И противодействую этому. Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимаю только силу. Если, простите мне, сопли распустим и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, вы увидели, свободы этих нет, демократии никаких нет. И те, кто нам подкидывали, видите, какая у них демократия. Поэтому нам надо видеть свои цели, свои интересы, быть искренними и проводить политику справедливости. Тогда это будет единство нашего народа. Ну, не без того, что где-то кто-то выползет, как я говорю, из-под плинтуса, вякнет. Ну, это же в любом обществе бывает. Поэтому все эти сценарии нереализуемы. Мы это все прекрасно видим и понимаем. Вы можете даже не волноваться. Все ожидали вопроса, пойдет ли Александр Лукашенко на президентские выборы. До них год. И это год качества, который будет активным. Квинтэссенции ответа своих в беде не бросают. Передайте им, что пойду. И если, чем сложнее будет обстановка, тем активнее они будут будоражить наше общество. И вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому, чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому, вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси. Говорили об открытости и честности выборов, о многополярности мира, о признании и непризнании итогов электоральной кампании Западом. Президент еще раз подчеркнул, выборы проводятся для белорусского народа. Сегодня важнейший день. Белорусы, по сути, выбирают курс развития государства. Президент высказался о возрастающей роли парламента в жизни государства. Люди начинают понимать, что в Беларуси, ну, к примеру, президент, это не царь, это не бог, это очень тяжелая работа. И загрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны, не каждый на это решится. Точно так и парламент. Роль парламента будет повышаться ежемесячно, ежегодно. Часть полномочий мы уже передаем парламенту и другим органам власти. Идет перестройка определенная, поколения меняются. Наш руководитель ЦИК очень правильно сказал, мне запомнилось, что если кто-то хочет шоу или еще чего-то там веселенького, цирк, площадки, где поют, пляшут, танцпол, румку закинул, две и танцуй, пляши. Сегодня выходной день. А это очень серьезные мероприятия. Очень серьезные, особенно в момент модернизации нашей власти. Можно нас покрасить, ну что там, какая-то слабая модернизация. Но мы всегда говорили, и я вас настраивал на том, что везде все процессы должны носить эволюционный характер. Если пойти резко, тоже можно сейчас, но это революция. Лимит революции мы, россияне, уже исчерпали. К чему это может привести Украина? Они тоже лимит исчерпали, но попробовали, майданули. Поэтому мы спокойно идем, модернизируя свою систему. Не обошлось без вопроса об Украине. У сторон есть возможность прийти к миру, подчеркнул президент. И все следят за новостями. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо. Дело не в Авдеевке. Слушайте, с Авдеевкой давно уже было бы решено, если бы россияне воевали как в отечественную войну. Сотни тысяч людей бросили, неважно сколько погибнет. Я это знаю точно, насколько аккуратно и осторожно приходится работать в военном России и президенту Путину. Я часто с ним обсуждаю этот вопрос. Людей жалко. Вот сидя с ним, он мне всегда говорит, вот жалко людей, могли бы быстрее, но погибнет очень много людей. Точно так. Дело не в Авдеевке, там, не в других точках. А дело все в том, что погибнет много людей. Очень большие резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли в курс на мирное урегулирование этого конфликта. Особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей. Есть возможность договориться. Де-нацификация, демилитаризация и прочее. Слушайте, это термины. Это все решается за столом переговоров. Это пока политика. Но если Запад так будет помогать Украине, как сейчас, то дни Украины соштены. О союзном государстве. Президент подчеркнул, что Беларусь и Россия в силах создать такое объединение, чтобы быть еще сильнее. А общая безопасность это святое. Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ЯЭС могло бы позаимствовать свои деятельности от союзного государства.